привет друзья вы находитесь на канале около музона я музыкант у нас сейчас карантин концертов нет никаких шоу программ нет что делать непонятно выступление нет неизвестно когда это все закончится и поэтому я увидел это видео блогера асти макбрейт она называется что делать музыканта давайте его посмотрим всем привет друзья и сегодня будет достаточно серьезный разговор на тему вообще моего youtube канала моей youtube деятельности деятельности блогера и всего остального в общем на протяжении двух недель пока вот введен режим самоизоляции я решил заняться анализом вообще нашего русского youtube пространства и скажем так попробовать оценить что я делаю не так или что я делаю правильно и выбрать вообще направление что мне делать куда развиваться о чем разговаривать соответственно я сделал вывод что у нас достаточно насыщенно скажем так насыщенно пространство youtube разными достаточно я бы сказал высококвалифицированными каналами то есть кто их ведет есть каналы которые обучают как правильно петь есть каналы которые как играть на гитаре есть каналы которые рассказывают про теорию есть каналы которые показывают разные гитары рассказывают про них есть каналы которые рассказывают про оборудование гитарное и как пардон им пользоваться и допустим как его сделать есть каналы которые круто просто чуваки выкладывают какие-то свои импровизационные штуки не я все это понял я все это понял, что делать музыканту, то есть мне. Вот как видео называется. Я хочу понять, что делать мне, что делать всем нам, музыкантам. То, что есть много блогеров, которые рассказывают, как играть, как петь, какие гитары выбрать. Чтобы выбрать гитару, нужны деньги, а чтобы деньги были, нужны концерты. Только так. Ну, давайте посмотрим, может попозже расскажет. Есть, которые записывают кавера, но все, что вот это вот есть, это мне все неинтересно, и я даже не знаю, какую вот выбрать ношу, какой выбрать направление, потому что... А, то есть он, ну, нормальный ЧСВ, то есть он получается про себя, что ли, говорит? Что делать ему, что делать ему, музыканту? Как вести YouTube-канал свой? Или что, что-то я не понял. Если вы понаблюдаете, я пытался разного формата заливать ролики на свой канал, где я рассказываю и про оборудование, где я рассказываю и про музыкантов. Я пытался, разное выбирал, но, к сожалению, это все почему-то не востребовано, почему-то, ну, как бы уже есть каналы, которым, как бы, заняли эту позицию, и, к сожалению, аудитория не смотрит мои видео. Тут, как в любом бизнесе, есть два пути. Первый путь. Допустим, берешь любую тему, то есть, которую уже много, конкурентную, например, обзор гитарных примочек, гитар, там, еще что-то, да? И ты должен сделать либо лучше, ну, в бизнесе как? В бизнесе обычно продают что-то, да? И там есть такая вещь, то есть, ты делаешь, допустим, ты выпускаешь там, ну, открываешь салон связи сотовой. Их же много уже, и тебе нужно, допустим, открыть салон связи, допустим, с тем же товаром, с тем же качеством, с тем же услугами, но просто дешевле. Либо ты можешь сделать дороже, но тогда у тебя должны быть качество услуг выше. Или, например, ты можешь по цене сделать так же, но услуги выше, тогда ты будешь конкурентен. Вот, вот так развивается рынок. Если у тебя все то же самое, что и у всех, но еще хуже, а цена, грубо говоря, такая же, то ты будешь не востребован. Вот, вот у тебя, похоже, такое есть. То есть, ты делаешь обзоры, которые не такие крутые, как у других блогеров, и, соответственно, конкурировать особо не можешь. То есть, это им неинтересно. То есть, у меня есть какое-то небольшое, как я считаю, число подписчиков, моих драгоценных подписчиков, которых достаточно мало, я так считаю. 5 тысяч вполне, да, 5,5 тысяч. Поэтому я все равно пытаюсь что-то делать, записывать, искать какие-то интересные моменты, что-то выдумывать. Но, к сожалению, пока что у меня нет никаких идей. Вот, то есть, все, что я хотел, я попробовал. Если идей нет, то не надо ничего снимать. Это главное правило. А вообще, надо делать и снимать то, что хочется. Если даже на это не особый спрос, если тебе это нравится, все равно это рано или поздно выстрелит, либо ты поймешь, как это сделать более интересно, более лучше, или найдешь какую-то другую тему, но оно само придет. А если вот прям ты так выдавливаешь из себя, чтобы снять такое, то, скорее всего, оно не получится. И, к сожалению, это не не то, что у меня получается. Соответственно, у меня возникает вопрос, есть ли вообще мне смысл вести YouTube-канал, потому что дублировать кого-то с таким же контентом может быть просто более углубленным или, наоборот, менее углубленным, то есть поверхностным. Ну, блин, вот ты сам задаешь вопрос, в принципе, в вопросе кроется ответ. То есть ты спрашиваешь у каких-то неизвестных людей, стоит ли тебе вести канал или нет. То есть, ну, допустим, тебе сейчас в комментариях напишут, нет, закрывай все. И что, ты завтра закроешь канал? Это сам по себе вопрос, он как риторический, может быть, да, то есть как бы не требующий как бы ответа, но он-то как бы вроде как получается спрашивает, тем более видео называется, что делать музыканту. Это, конечно, блин, такое, как это называется, хайповое название, то есть чтобы все посмотрели, вот меня даже заинтересовало, что делать музыканту. Я думал, на другую тему будет видео, но окей. Я не вижу смысла, потому что это, как говорится, та же каша, просто пережевываешь. Соответственно, если у вас есть какие-то темы, какие-то вопросы, которые вы хотите услышать, может быть, от меня, пишите в комментариях, может быть, я в ваших ответах, в ваших советах найду, скажем так, направление, которое я бы мог задействовать, в котором я мог бы пойти и, соответственно, дальше делать контент, который вот именно бы нравился большому количеству людей. Я могу тебе подсказать контент, который будет нравиться большому количеству людей. Берешь гитару и ее разбиваешь, поджигаешь, потом запихиваешь гитару в бочку с Coca-Cola и кидаешь туда Mentos. Вот тебе контент, который будет смотреть много людей. Пожалуйста. Ты хотел ответ на свой вопрос? Вот, получай. Чтобы я никого не дублировал, а чтобы я был полноценным, скажем так, сомнением. Ну вот, кстати, чтобы гитару кидать в Coca-Cola и Mentos туда кидать, я еще такого ролика ни разу не видел. Так что у тебя будет уникальный контент. Давай, жду такого видео от тебя. Мим собой, если так можно выразиться. Вот, может быть, это будет связано с гитарными примочками. У меня достаточно большие. Короче, гитарную примочку кидаешь, 5-литровую бутылку берешь, обрезаешь в нее так вверх, наливаешь туда Coca-Cola, кидаешь туда гитарную примочку и упаковку Mentos. И смотришь, что будет. Твой опыт работы в музыкальных магазинах, и я достаточно хорошо разбираюсь в гитарных примочках. Может быть, это будет связано с... Ну вот, если ты хорошо разбираешься в примочках, то, блин, тогда снимай контент. На самом деле, вот я, чтобы собрать свой педалборд, я, блин, столько пересмотрел видео, и многие моменты вообще все блогеры упускают. Какое питание нужно, там, почему там, ну, в питании должны каждый, как бы, каждый вход быть изолирован. Вот. И я даже поверить не мог, что когда я включил нормальное питание, ну, купился нормальный блок питания для своего педалборда, что звук изменится каждой примочке. Каждая примочка стала звучать просто, ну, педалька. Просто мощно, нереально круто. Вот. Поэтому там непаханное поле, на самом деле, с обзором примочек. Просто надо обзор делать не так, что на ге... То есть, как бы, обзоры, когда блогер берет педальку, включает ее и пытается что-то сказать, свое мнение, это, конечно, фигня. Вот, когда ты на ней поиграл концерты, попользовался ей, и ты уже сложил о педальке свое впечатление, вот это контент офигенный. То есть, ты прям говоришь, вот здесь у нее такие минусы, вот это неудобно, вот это удобно, вот это звучит круто там. Вот, допустим, у меня была педалька, дилей, каньон. И ты ее пока не купишь, например, и не попользуешься, ты не поймешь. У нее, короче, питание было трансформаторное, по-моему, блок питания. И только с родным блоком она работала. Я ее включал в педалборд в питание, она начинала глючить, короче. Я не смог с этим разобраться. Она выключала мне весь борт во время концерта. Я ее просто отключал, там переставлял быстро провода, включал, чтобы опять гитара звучала. Вот как ты это поймешь? То есть, это нужно знать. И я ее в итоге продал, не такой у нее уже был классный звук, чтобы вот так вот мучиться и отдельный блок питания для нее возить с собой. Что-то, короче, она мне вообще не зашла. Вот это вот как бы реальный обзор. А просто вот эти обзоры, которые у всех, когда они там им прислали, как эндорсинг, прислали педальку, и они ее обозревают с первого раза, вряд ли это будет что-то интересное и полезное, главное, для музыканта. Вообще со звуком, построение звука, как выстраивать сейп. Может быть, это будет связано с концертными какими-то моментами. То есть, посоветуйте, напишите в комментариях. Вот тоже, например, как выстраивать сейп. Да, вот есть такая там петля эффекта на комбике. Ну, вот они все говорят, вот втыкаем там дилей, ревер в петлю эффектов. И все. Новичок, он просто даже не понимает, что такое петля эффектов. То есть, это нужно же объяснить, что в какой вход, что в ретерн, в сент, какие провода втыкаются. Для чего это делается? Почему они втыкаются не просто подряд из педалборда, выходят в инпут, а нужно в обход усилителей это делать? То есть, все это, не так уж много такого контента, на самом деле. Что мне делать, что, про что мне рассказывать? Потому что я знаю достаточно много, но, к сожалению, то, что я знаю, уже в большинстве случаев, уже по 100-500 раз было пережевано на ютубе, как иностранными блогерами, так уже и нашими русскими. Поэтому, если у вас есть идеи, если у вас есть советы, если вы знаете, как мне поступить в этой ситуации, то обязательно напишите. Если я не найду какого-то интересного, скажем так, направления или же пойму, что то, что я делаю, оно является невостребованным, то, скорее всего, я подзабью на свой ютуб-канал. И просто буду изредка там, может быть, какие-то заливать видосы, может быть, буду стримить. Короче, тем уже никаких нет. Все, закрывай канал. Совет, совет от подписчика, уже подписчика сегодня подписался. Давай, закрывай канал. К сожалению, вот на данный период времени, на протяжении даже двух недель, у меня просто ни одной мысли в голову не пришло, чтобы такого записать интересного. Кавера, да, но это для меня скучно, и это не мой контент. Я не тот музыкант, который сидит там и хочет наигрывать кавера. Рассказывать про оборудование, педали, процессоры, усилители, это получается хорошо у Кирилла. Про гитары, камон, есть такой Димон, который просто перещупал, мне кажется, в раз 10 больше гитар, чем я, и у него достаточно большая, скажем так, база знаний. Димон, это, я так понимаю, канал гитарной истории. Я на него тоже сделаю обзорчик на какое-нибудь его видео, ну, такую же реакцию. Вот, я смотрел какие-то видео, мне кажется, что его все обзоры гитар, это, ну, для профессионального музыканта это фуфел, потому что он не музыкант. Он не играет на сцене, он не, ну, даже не то, что, дело не в том, что он играет на сцене. Во-первых, он просто плохо играет, вот, у него очень слабое звукоизвлечение, и поэтому, как бы, все его обзоры, это вот каждая гитара, которой он говорит, ой, она прекрасная. Вот только единственное, там, самое говно какое-нибудь, дай там, просто китайца самого убогого, из Ашаны гитары, он скажет, что она плохая. А так, в целом, вот я ему дам свой телекастер, ну, и что он про нее скажет? Ну, ладно, не свой, но все, которые он обозревал, какие-то я видел там, вот, ну, это все, как бы, это, ну, диванный гитарист рассказывает. То есть, в реальных условиях непонятно, как эти гитары себя ведут, ну, и вообще, плюс-минус, все гитары, которые, там, дороже тысячи долларов, условно, все одинаковые. Одинаковые, почти. Они насчет гитар, он тоже, может быть, даже побольше расскажет всех наших русских блогеров насчет гитар. В плане обучения есть такой Миша Ряженко, я думаю, то, что дальше комментарий бесполезен, и Адрианов. Про Мишу Ряженко мы тоже снимем, и про Адрианова, возможно. И куча-куча таких же музыкантов, которые профессионалы своего дела, именно музыкальные. Вокал, пожалуйста, Leos Hellscream, и я так могу перечислять и перечислять. Таких каналов достаточно большого количества, которые уже четко заняли свою позицию. А, скажем так, пытаться их дублировать, я в этом не вижу смысла. Хотите, я могу рассказать про свои татуировки, но мне кажется, это мало кому будет интересно с точки зрения музыкальности. То есть, я же все-таки музыкант, и пытаюсь все это рассказывать. Видео называется «Я ютубер, но я не знаю, что мне снять». Подскажите мне вы, зрители, а я это сделаю. Да. Связано с тем, с чем я занимаюсь, с музыкой, а не со своей жизнью. Поэтому пишите. Это похоже на то, что, допустим, я сейчас говорю, ребята, я создаю группу, вот у меня будет группа, я там буду фронтменом, лидером, буду вообще самым главным. А подскажите мне, какой стиль играть? Какой стиль играть и на каком инструменте, может быть? Я не знаю, я вот пробовал на бас-гитаре, что-то мне не очень нравится. Это уже много кто играет на бас-гитаре. Может быть, на аккордеоне? Я еще не пробовал аккордеон. Ну, хотя на аккордеоне тоже есть ребята, которые играют. Ну, в общем, я не знаю, все уже есть, вся музыка придумана. Подскажите вы мне, какой жанр играть, какой стиль и какую музыку. И желательно еще ноты напишите, пожалуйста, чтобы сразу было с аранжировкой, с нотами и со всем. Пишите в комментариях, что вы хотели бы услышать. Самое большое количество лайков в комментариях, которые наберет. Я, кстати, знаю, что тебе надо снимать. Тебе надо снимать видео, в которых ты хейтишь Фред-гитариста. Или же комментарий, который наберет самая большая количество лайков. Я, соответственно, на ту тему и запишу видос. Скорее всего, да. Потому что я не представляю, что записывать, про что рассказывать, что играть, что показывать. Ничего не знает, вообще ничего. Вот так вот, всем пока-пока, не болейте, сидите дома. Вот я сижу дома, схожу с ума, поэтому вы все крутые, пока-пока. Это заметно. Не, ну то, что он говорит, что мы все крутые, это в принципе как бы нормально. Да, получается, что если ты вообще ничего не знаешь, что делать, и ты спрашиваешь у нас, то, конечно, возможно мы, да, крутые. Так, как мне убрать это видео? Я извиняюсь, но я еще не так сильно поднаторел, скажем так, в этих реакциях. Как вот это убрать? Я не знаю. Просто отключить? Вот. Так что, спасибо за просмотр. Вы смотрели канал Около Музона. Пишите в комментариях, чем все-таки заняться Асти Багбрейну. Вот. Я предлагаю срачами, гитарными срачами в интернете заняться. Это самое кайфовое. Вот. Мне интересно, что напишите вы. Всем пока. Спасибо.